отлично ну что ж давайте будем начинать меня зовут наталья радкевич я территориальный тренер по продукции центральной россии и сегодня мы с вами будем говорить о теле об уходе за телом поскольку тема это важная необходимость ухода за лицом уже не вызывает у нас сомнений потому что лицо всегда на виду мы понимаем что лицо это наша резидная карточка тело до поры до времени спрятано под одеждой и пока не приходит летний сезон мы закрываем глаза на те погрешности которые у нас есть уходе за телом на те недостатки проблемы которые у нас возникают и я предлагаю вам не тянуть до последнего и именно сейчас задуматься над тем какой вы форме насколько ваше тело привлекательное упругое гладкая безусловно мы сегодня не будем говорить про всю линейку наших средств по уходу за телом потому что эта тема не одного вебинара у нас есть очень много разных интересных серий сегодня мы поговорим именно о тех сериях которые предназначены для решения женских специфических задач и проблем и прежде чем мы с вами начнем говорить об уходе за телом от компании арифлейм я хотела бы предложить вам небольшой экскурс в историю поскольку все мы с вами очень разные в этом наши плюсы до наша индивидуальность и я предлагаю вам посмотреть на то как менялись эталоны женской красоты с веками да какие женщины считались красивыми и что на это влияло нашла очень интересную статью информация это мне очень пришлась по душе и мне кажется что в этом очень много рационального и интересного и давайте об этом и поговорим но прежде всего если говорить об эталоне красоты глубокой древности для гомосапиенс то считались красивыми женщины которые совмещали в себе внешние черты плодовитости плодородности фертильности то есть обещали своими формами возможность продолжения да то есть возможность иметь потомство и в то же время сочетали в себе черты человеческих детенышей для чего это нужно женщине для того чтобы вызывать мужчины умиление и желание охранять и берегать покровительствовать таким образом древний портрет редкостной красавицы да это был невысокая женщина скорее коротконогая чем длинноногая то есть это параметры детеныша с большой грудью с ярким чувственным ртом который говорил о ее сексуальности с достаточным количеством жира чтобы выглядеть пухленькой талия у нее выражена лишь в сравнении с грудью и бедрами которые весьма велики да то есть говорит о ее возможности выкормить большое потомство у нее большой зад широкий таз это тоже древнейший сексуальный сигнал который говорил о ее плодовитости она кокетливая сексуально румяна у нее мягкие волосы и светлая кожа это тоже примета детеныша высокий голос это тоже примета детеныша примерно вот так да вы видите выглядела венера в понимании гомо сапиенс перед вами статуэтка виллендорфская венера которая была создана 24 тысячелетия до нашей эры вот это был эталон красоты и надо сказать что этот эталон меняется с чем это связано да человек относится к так называемым видом с к-стратегией что это такое эти виды долго живут очень много времени ресурсов тратит на выращивание своих детенышей и жестко контролирует свою численность механизмы этого контроля они чрезвычайно разнообразны и иногда даже чудовищно мы сейчас не будем с вами об этом говорить но в ситуации неблагоприятной для рождения детенышей виды с вот этой вот каст стратегии они часто обращаются свой интерес на особи не подходящие для деторождения то есть так как все время идет контроль над численностью населения то в те времена когда численность населения не высока и как бы есть необходимость чтобы продолжить рот и когда в моде оказываются вот такие вот пышные дамы с явно выраженными женскими преимуществами в виде груди бедер пухлого рта то есть это вот становится каноном красоты чем более скучно живут люди чем большее количество жителей на один квадратный сантиметр местности чем меньше еды соответственно идеалы красоты меняются и совершенно противоположном направлении в моде в моду приходят в женские образы такие а сексуальные худенькие бледненькие от которых вряд ли можно получить большое и здоровое потомство как только снова да как бы голод войны эпидемии происходит baby boom и в моду снова возвращаются дамы которые способны потягаться с вот этой вот древней венерой и вторая как бы репродукция да вторая статуя это как бы древняя греция древний рим где количество жителей жителей мегаполисов небольшое но достаточно много людей живущих в деревне то есть в моде абсолютно здоровые как бы женские фигуры это можно увидеть по статуе афродиты которая достаточно имеет женских форм здоровое красивое тело которая афродита кницкая статуя проксителя 350 350 год до нашей эры вот такой канон был моды если смотреть что происходило дальше в середине 14 века в европе начался урбанистический кошмар то есть численность населения составила около 100 миллионов человек но при невысоком уровне производства агрокультуры строительства это приводило к хроническому голоду крайне скучность людей в жилищах и эталон красавицы это холодные сексуальные бледные рахитичные безбровые да более того не только прячущие волосы на еще и выбривающие себе лоб обескровленные фигуры и более того в те времена в моде также было носить фальшивые животы имитирующие беременность на поздних сроках это считалось верхом изящества и перед вами портрет дамы рогира вандер вейдена 1460 года с приходом в 14 веке из азии эпидемии чумы начался кризис поднего позднего средневековья то есть голод войны эпидемии выкашивали целые города деревни можно сказать что к началу 17 века численность населения европы сократилась более чем в два раза в воде в отдельных регионах на 4 5 представляете просто вымирали целыми поселениями и при таком снижении популяции невозможно было дальше поклоняться вот таким бледным тонким мадонном и в моду вошли такие рубинсовские колонны красоты перед вами картина похищения дочерей левкипа питера пауля рубинса 1618 год 1618 год то есть это на ближайшее время такие дамы обрели свою популярность и были наиболее интересны что происходит дальше плотность населения со временем достигла снова до кризисного уровня дамы опять начали худеть мельчать бледнеть но поскольку сельское хозяйство и промышленность уже в общем-то были достаточно развиты голода не случилось жизнь людей была в принципе комфортно и возврата вот к средневековому аскетичному образу как бы не последовало то есть красавица середины 19 века она невысокая с детским личиком маленьким ротиком крошечными ручками и ножками которые говорили о пароде да и как бы очень сильно зашнурованная такая женщина девочка то есть и перед вами картина женщина с альфреда стивенса 1856 год особенно видно как менялись каноны красоты на двадцатом веке так бы эпоха начала двадцатого века эта эпоха декаданса и эта эпоха подарила нам образ маленькой бледной нервной женщины одевающейся в черное с огромными синяками под огромными глазами которая была одержима мыслями о самоубийстве о самоубийстве и воплощением этого архетипа стала звезда кинематографа вера холодная она как бы на иллюстрации перед вами в середине двадцатого века после первой мировой войны уменьшилось количество городского населения и как бы реакция людей была мгновенной то есть снова детскость ушла вернулись такие спортивные широкоплечье фигуры и женщины обрезали волосы стали курить выбрали для себя эталон марлин дитрих киноактрису с такой достаточно как бы спортивной фигурой без особо выраженной талии и 50-х годов после второй мировой войны после того как была очень большая потеря буквально сотни миллионов по всей планете а человечество снова вернулась к эталону женственности это бедра это грудь обаятельный целлюлит на крепких ножках щечки кудряшки и перед вами секс символ пятидесятых модель бетти бросмер но уже буквально за десятилетия как бы человечество снова пережив бэби бум снова вышла на такую численность населения достаточно большую и вы видите сразу заменились каноны красоты в моду вошла худенькая анорексичная двиги крошечный человечек такой да как бы то есть это вот была реакция мира на бэби бум что происходит сейчас когда наше человечество достигло почетного рубежа в 7 с лишним миллиардов человек очень непростое время да явное перенаселение планеты и некоторые исследователи в шутку говорят что если бы сейчас да вот это вот яблоко присуждала самый прекраснейший возможно оно было бы адресовано сербской модели андрею пежачьего мужчине который успешно провел операцию по смене пола но и как бы действительно если задуматься над эталоном красоты сейчас это больше женщины антрогины то есть очень длинноногие с широкими плечами с небольшой грудью крупными чертами лица то есть в общем то вот это вот древняя венера палеолита она к сожалению сейчас как бы не в части и ушла со сцены до лучших точнее до худших времен ну какие бы в общем то мы не были вы видите что мода меняется и это зависит не столько от нас с вами да сколько от того в какой стадии находится население планеты кстати могу вам сказать что по этой же теории россия всегда относилась к странам не очень густозаселенным большая территория суровые условия приводили к тому что численность населения была не очень высока и вы знаете что всегда в моде в россии были такие достаточно русская красавица это русская красавица это однозначно нетвиги то есть это достаточно такая оформленная девушка с здоровым румянцем с явно выраженными женскими вторичными половыми признаками она считалась на руси издревле вот таким эталоном красоты вот но поскольку влиять мы как бы на эталоны не можем но понимаем да как бы закономерность почему моду приходят так 90 60 90 и с чем это связано я не призываю вас стараться походить на те каноны красоты которые существуют в данный момент времени мы все разные но наверное наша задача при разных внешних данных при этом стараться чтобы кожа нашего тела да и вообще наша физическая форма мы были подтянуты упруги и как бы наше тело было ухоженным это наверное самое ну как бы важная для нас цель они как бы обтачивать себя под те эталоны которые существуют на данный момент а стараться сохранить свою индивидуальность но при этом выглядеть аппетитно выглядеть ухоженной выглядеть подтянута и сегодня мы с вами будем говорить о том какие продукты в рефлей могут помочь нам в этой цели да что у нас есть для ежедневного очищения это пожалуй самая регулярная процедура которую мы проводим с нашим телом затем будем говорить об особенностях увлажнения питания кому требуются эти средства и для чего они предназначены и конечно же мы будем говорить о специфических продуктах для отшелушивания и для решения индивидуальных проблем таких как снижение упругости и признаки целлюлита ну в общем то грубо говоря у нас сегодня исключительно такой женский вебинар на женские секретные темы начнем мы с первого блока очищение увлажнения вы знаете что у нас очень большое портфолио есть продукты на любой кошелек есть более демократичной серии ну поскольку я считаю что мы достойны самого лучшего то и говорить мы сегодня будем о самых лучших представителях в линейке ухода по как бы за кожей тела и я думаю что наверное нет равнодушных в числе наших лидеров и консультантов и клиентов к нашей потрясающей серии essence and co которая является премиальной линейкой для ухода за телом ну поставьте плюсики кто является поклонником этой серии хочу сказать что в прошлом году серия представленная перед вами лимона вербена она победила голосование как выбор потребителей как лучшее средство по уходу за телом и я тоже голова и мне было очень приятно что мой любимый продукт также получил высокую оценку и других пользователей кто не пробовал для вас значит сегодня наступил тот день когда надо познакомиться с этой серии она состоит из трех категорий и мы сейчас как бы поговорим о чем каждая эта категория отличается от других перед вами сейчас замечательная серия с лимоном и вербеной немножечко расскажу вам о косметических свойствах вербены ну помимо того что это потрясающий дизайн вы видите да что он очень стильные очень удобные дозаторы привлекательный такой вот солнечные жизнеутверждающий насыщенный желтый цвет содержимого двух флакончиков серию входит у нас жидкое мыло для рук лосьон для гель для рук и тела и лосьон для рук и тела и первое с чем вы сталкиваетесь когда начинаете пользоваться этой серии это очень такой бодрящий свежий аромат я считаю что как бы серия хорошая для утреннего и для вечернего использования но утром она особенно подходит поскольку эфирные масла цитрусовых они очень подряд повышают жизненный тонус влияют на настроение то чего нам наверное сейчас особенно не хватает пока еще зима с воюет с весной и у нас еще не утвердилась солнечная теплая погода наверное не в одном регионе нашей страны очень хочется уже весны бодрости такой вот энергии которые могут вам дать эфирные масла лимона вербена тоже потрясающие свойства очень приятный аромат у этого косметического компонента и очень хорошие ухаживающие свойства для кожи вербена дает омолаживание на быстро способствует разглаживанию морщин подтягиванию кожи тела кожа приобретает здоровый цвет свежесть упругость эластичность и с помощью экстракта вербены эфирного масла вербены можно бороться с такими даже кожными заболеваниями как высыпание на коже какие-то раздражения то есть очень хороший бактериальный характер заживления у вербены и также это прекрасно антицеллюлитное средство которое помогает бороться с дряблостью то есть уже на этапе очищения можно говорить о прекрасных уходовых свойствах обратите внимание что во всех линейках серии essence and com у нас присутствует не крем для тела а лосьон с одной стороны это очень удобно да как бы дозатором выдавливать без контакта с пальцами средство дольше сохраняет свои заявленные свойства и как бы эта линейка она в общем-то для разных типов кожи в данном случае для нормальной кожи серии лимона вербена но лосьон это всегда облегченная версия то есть они подходят для такой энергичной горожанки то есть нам не требуется время для того чтобы дать крем впитаться лосьон впитывается очень быстро нанесли буквально через там пару минут уже можно одеваться то есть подходят и для утреннего использования как бы вечером не требует большого промежутка времени вот для того чтобы за собой правильно грамотно поухаживать потрясающая линейка очень ее люблю серия с нироли и жасмином состоит у нас из трех продуктов это жидкое мыло для рук лосьон для рук и тела и само мыло собственно чем интересна эта серия ну как бы и жасмин и нироли прежде всего относятся к афродизиакам то есть это серия которая можно в общем-то ее отнести к ароматерапевтическим потому что эфирные масла и нироли и жасмина они влияют на настроение да улучшают его помогают бороться с активными состояниями даже способствует устранению бессонницы нироли вообще уникальный компонент с одной стороны расслабляет снимать стресс с другой стороны повышает либидо жизненный тонус помогает почувствовать себя прекрасной то есть это вот идеальный лосьон наверное для вечернего ухода для того чтобы вы воспользовались этими ароматическими маслами содержащимися в серии для повышения самооценки и для того чтобы бороться с бессонницей и такими неприятностями кожи как сухость также помогает борьбе с растяжками прекрасно увлажняет и смягчает кожу и нироли и жасмин активно используются и в косметологии и в мере поскольку это два ключевых компонента способствующие созданию прекрасного настроения и помогающие бороться со стрессом и депрессиями замечательный вот такой приятный персиковый наполнение флаконов тоже очень привлекательно выглядит и еще один продукт в этой серии точнее еще одна линейка продуктов это роза и сандал которые сейчас у нас представлены двумя продуктами это жидкое мыло для рук и лосьон для рук и тела но также вам скажу что роза безусловно тоже относится к афродизиакам и тоже прекрасное средство и для ухода за кожей потому что все вы помните времена когда у многих женщин в уходе за собой было одно средство это розовое болгарское масло который использовали в качестве аромата и для ухода за сухой увядающей кожей эфирное масло розы действительно замечательно ухаживает за сухой и зрелой и чувствительной кожей прекрасно устраняет раздражение тонизирует кожу восстанавливает эластичность подтягивает и даже способствует омоложению клеток эпидермиса вот такой очень яркий набор великолепные средства для ухода за ручками и замечательный лосьон который можно использовать для ухода за кожей всего тела на самом деле потрясающая линейка и она заслуживает вашего внимания еще раз хочу сказать что если у вас по ходу тренинга возникают вопросы я вижу что вы в чате что-то пишите но не успеваю читать потому что сосредоточено на проведении как бы вебинара поэтому у нас есть отдельный верху посмотрите в бинарной комнате раздел вопросы вот если вы будете ваши вопросы писать туда то в конце нашего вебинара я на них с удовольствием отвечу а в ленте я не успеваю отслеживать здесь что вы это понимаете на меня не обижайтесь у нас не все представлено в каталоге что-то можно найти на сайте и наверное самый большой перечень продуктов и их подробное интересное описание есть у нас руководстве по применению продукции наверное первый самый главный инструмент для начинающих консультантов и для тех кто понимает что мы компания которая выпускает реальный продукт помимо составляющий бизнеса да то есть у нас в общем то два кита на которых держится наша компания это продукция и это бизнес предложения поэтому очень важно внимание уделять своем образовании и продуктовой части и знанию бизнес-плана который представлен у нас и в печатном виде и на сайте идем дальше следующая линейка по для ухода для ежедневного ухода за кожей тела это замечательная серия молоко и мед я тоже отношу ее к премиальным потому что это наверное хит продаж это серия с которой начиналось знакомство очень многих консультантов которые пришли в качестве клиента для того чтобы пользоваться и затем задержались заинтересовавшись начала продукция затем бизнес-предложения я знаю очень много историй когда те дамы которые для себя решили что они не умеют продавать не хотят этого делать столкнулись с тем что на самом деле нам и не требуется продавать в прямом смысле этого слова достаточно рассказывать о тех средствах которые нравятся вам самим и крем для рук и тела питательный крем молоко и мед в таком большом бочоночки напоминающим да как бы бочонок с медом из мультиков про вини пуха с потрясающим ароматом свежих сливок и меда это вот ключевой продукт с которым наверное обязательно знакомить нужно всех новичков и это хит продаж и в свое время могу вам сказать что я была студентка и мама подарила мне этот крем то есть мое знакомство с компанией арифлейм с ее продукцией тоже началось с крема молоко и мед потрясающий продукт легендарные не менее легендарные чем наше специально смягчающее средство один из самых любимых это действительно очень роскошный уход за собой потому что это также и питание и увлажнение кожи и ароматерапия потрясающие ароматы меда и свежих взбитых сливок из чего вообще состоит эта серия крем-мыло даже обычное мыло в этой серии имеет кремовую текстуру не сушит кожу также имеет потрясающий аромат меда и молока но вообще наша компания не могла пройти мимо этого потрясающего набора компонентов мед и молоко поскольку они известны с глубокой древности если вы вспомните рассказы про клеопатру да которая принимала омолаживающие ванны вот рецепт ее ванн того что она добавляла в свои ежедневные ванны это молоко это мед и это оливковое масло и такие ванны она принимала ежедневно для питания для увлажнения для омолаживания кожи и нам не нужно сейчас искать каких-то волшебных средств так как бы из хвоста саламандры каких-то редких компонентов все что веками зарекомендовала себя очень высоко хорошо ухаживающие средства но перед вами это серия с молоком и медом протеины молока мед богатый витаминами антиоксидантами мед издревле использовался даже для заживления ран как бы делались так такие аппликации из меда прекрасные регенерирующие свойства очень большой витаминный состав и если мед мы употребляем внутрь для улучшения иммунитета организма то мед для кожи также повышает им кожный иммунитет сопротивляемость всевозможным бактериям вирусом инфекциям это действительно потрясающий уход питания омолаживание уже при помощи вот такой вот серии для ежедневного использования как я уже говорил питательный крем для рук и тела это просто хит до этой серии это любовь очень многих наших клиентов и консультантов также в серии жидкое мыло для рук очень приятный да такой вот медовый цвет и консистенция жидкого майского меда потрясающий аромат руки сохраняют его и хочется обонять и обонять вот сахарный скраб для тела который мы подробнее поговорим чуть позже увлажняющий крем для душа и увлажняющий крем для рук конечно же серия в идеале предназначена для кожи склонной к сухости потому что имеет питательную до такую функцию но во время такого межсезонья то есть осенне зимний весенний период эта серия подходит абсолютно всем потому что в это время мы испытываем перепады температуры наше тело спрятано под одеждой дома у нас батареи центрального отопления все это очень сильно сушит кожу и она даже если она у вас в принципе нормально и даже склонна к жирности зимой осенью весной она более сухая и нуждается в дополнительном питании поэтому в принципе как бы да поскольку это три сезона из четырех можно серию вполне признать для всех типов кожи и очень хорошее у нас представлено предложение серии body актив я знаю что сейчас очень многие жалуются и клиенты и консультанты на то что кожа стала более сухая я уже сказала дамы как бы меньше пьем жидкости и вот эти вот все факторы холод на улице батареи в помещении приводят к тому что кожа очень сильно сохнет и что происходит когда она сохнет она зудит да начинает шелушиться мы начинаем почесываться вот это не вызывает подозрения у окружающих поэтому для того чтобы не испытывать дискомфорт после принятия водных процедур особенно мы рекомендуем на все тело наносить лосьоны но и в данном случае в этой коллекции можно лосьоны выбирать по типу кожи потому что есть увлажняющий лосьон который подходит для нормальной комбинированной жирной кожи и есть два вида лосьонов для сухой кожи смягчающий для сухой и питательный для супер сухой если у вас такая вот атопичная кожа что она даже когда еще у всех в принципе все благополучно у вас уже начинается на ручках шелушения на ножках шелушения это говорит о том что кожа в принципе сухая и вот когда у остальных она становится чуть суше у вас она становится критично сухой поэтому конечно же мы рекомендуем супер питательные средства ну и давайте несколько слов о составе этой замечательной серии если говорить про состав всей серии то во всех трех лосьонах у нас есть увлажняющий комплекс deep moist то есть глубокое увлажнение в принципе все три лосьона имеют увлажняющие свойства но в лосьоне увлажняющим это основная на функции основной спектр и усиленно это увлажнение при помощи экстракта кувшинки очень нежная текстура все что предназначено для нормальной склонной к жирности кожи но всегда легче на то есть но такое легко быстро впитывающие не создающие пленочки кожа становится шелковистая гладкая мягкая 24 часа компания гарантирует увлажнение кожи и и освежение и мы проводили потребительское тестирование на этой серии 60 женщин отметили как бы 60 женщин принимали участие 90 процентов из них подтвердили что действительно великолепное увлажнение смягчение и освежение кожи происходит при регулярном использовании этого лосьона смягчающий лосьон для тела body active тоже содержит увлажняющий комплекс deep moist и усилена формула еще и маслом авокадо поскольку смягчающий лосьон у нас предназначен для более сухой кожи также быстро впитывается но дает еще и питательный эффект поскольку масло авокадо тоже славится тем что она очень хорошо питает восстанавливает кожу придает ее упругость и успокаивает 93 процента женщин отметили что как бы все заявленное увлажнение питание присутствует в полном наборе и замечательный питательный лосьон вот он в самом в самой серединке картинки да вот он такой с бордо с коричневым таким дизайном он содержит тоже комплекс deep moist и очень драгоценное органовое масло прекрасные питательные свойства даже для самой сухой кожи и 24 часовое увлажнение сохраняется и замечательное питание сухой кожи уменьшается ощущение стянутости проходит зуд дискомфорт 95 процентов женщин подтвердили что это именно так то есть подходит для очень сухой кожи легко наносится и тоже быстро впитывается как я вам уже сказала лосьоны в принципе они легче по своей текстуре и если вы все-таки считаете что вам нужно ну прям совсем тяжелая артиллерия выбирайте конечно же кремы то есть например у нас в серии шведский спа салон у нас есть питательное крем масло вот вот оно будет оно будет дольше впитываться то есть я так думаю что это в принципе для вечернего ухода ежедневного для того чтобы у вас было некоторое время чтобы средство впиталось либо у нас есть еще одно очень интересное предложение тоже для всех желающих это замечательное питательное масло три в одном для тела и волос шведский спа салон уже уникальный продукт потому что во первых его можно использовать добавлять в воду для ванн да ну как бы вы должны понимать что тогда и увлажнение будет выше и питание то есть на коже будет образоваться вот такая просто невидимая глазу микропленочка и для некоторых даже будет этого достаточно можно будет не наносить масло отдельно просто принимать масло добавляя пару колпачков в свою ванну привычную но при этом потребуется немножко потом помыть ванну потому что эта пленочка образуется и на ванну да но мы понимаем что красота требует некоторых жертв в данном случае ну лишние калории сгорят когда вы будете потом ухаживать за ванной также это средство может наноситься на сухую кожу тела может наноситься на влажную кожу тела и даже на волосы и в качестве маски в качестве такого ежедневного ухода потому что посмотрите какой великолепный богатый состав три вида масел это масло имбиря масло кокоса масло сладкого миндаля витамин е и экстракт морских бурых водорослей можно использовать при согревающем массаже при восстанавливающей ванны потрясающая просто серия комплекс гидрокея содержит на основе бурых водорослей и это конечно же еще и вот такое вот так витаминизирование кожи потому что бурых водорослях содержится очень много микроэлементов которые положительно влияют прекрасно ухаживают за кожей ну а масло имбиря это также ароматерапия в том числе и укрепляет кожу защищает и успокаивает богато очень витаминами и минералами и волосы и кожу тела делает здоровыми сияющими также пробуждает энергию освобождает разум так считают специалисты в ароматерапии и масло имбиря славится своим стимулирующим эффектом вы знаете что тоже имбирь это такой продукт который и употребляем внутри для укрепления иммунитета в данном случае будет укреплять иммунитет кожи и волос вот такие замечательные продукты и из наших премиальных серий я специально выбрала не не совсем простые я думаю что с простыми вам работать тоже просто как бы зачастую поскольку все моются никакой особой сложности в продаже наших рядовых средств по уходу за телом не возникает и нам регулярно присылают консультанты и лидеры свои фотографии где у них все столы все кровати заполнены нашими моющими средствами это и феминель и большие объемы гелий для душа то есть я так понимаю что вы прекрасно справляетесь в продаже этих средств нам бы так освоить продажи наборов knowledge или wellness чтобы также были все столы и все кровати все было заставлено этой продукции по заказам ваших клиентов вот поэтому достаточно просто показать каталог люди ориентируются на описание но достаточно подробное в каталоге и красивые картинки видно что что входит состав и я вот с нетерпением ожидаю выхода в следующем каталоге обновленной линейки love nature для тела просто потрясающий дизайн и замечательные компоненты но как бы подробнее мы об этой серии поговорим на следующем вебинаре посвященным новинкам пятого каталога я надеюсь что вам тоже понравилось уже на картиночке и вы также ждете с нетерпением этих простых но очень приятных средств для ежедневного использования для ежедневного очищения кожи тела а мы идем дальше и следующий блок у нас отшелушивание массаж и индивидуальные проблемы как вы понимаете речь пойдет о таких женских специфических проблемах да как бы ну прежде всего кожа тела она у нас более плотная плотнее чем на лице медленнее происходит клеточный обмен и кожа тела часто она у нас более тусклая есть очаги шелушения как правило если вы регулярно пользуетесь жесткими мочалками ну в принципе вы самостоятельно помогаете коже отшелушиваете до ее но можно использовать скрабы два раза в неделю у нас в общем-то хорошее портфолио интересных скрабов для тела и давайте подробнее немножко поговорим ну самых выдающихся да скажем так имбирный скраб для тела шведский спа салон ну во первых понятие спа да это аббревиатура санита спараква то есть красота через воду и все продукты серии шведский спа салон какого бы цвета у нас не было серия они предназначены для такого домашнего релакса для восстановления после трудового дня для снятия стресса для вот такой вот самомедитации а то есть когда ну не все имеют деньги на посещение салонов где за вами так вот по ухаживаю переплачивать тысячи рублей за то что вы просто с вами повозились не каждый имеется на это средство и в общем-то не всегда это правильно если у вас есть такая привычка делать это самостоятельно в домашних условиях то это здорово потому что это замечательный антистресс и здесь еще потрясающий состав а то есть это не только омоложение и оздоровление через воду здесь очень хороший и увлажняющий комплекс гидрокея и витамин е и масло имбиря которая восстанавливает тонизирует а также содержится морская соль и пудра из миндальной скорлупы то есть все это прекрасно отшелушивает не сравнивайте скрабы для тела со скрабами для лица потому что кожа на лице на более тонкой поэтому абразивы должны быть очень нежные и практически незаметные на ощупь для того чтобы не травмировать не растянуть как бы не принести вред а только пользу для кожи лица что касается тела здесь все с точностью до наоборот кожа плотная толстая до нее сложно достучаться поэтому абразивы будут крупнее но понятное дело что вам нужно определяться по степени комфорта без фанатизма как бы тереть за один день у нас не один целлюлит не одни растяжки ничто не уходит все что образуется годами все в общем то нужно устранять медленно и планомерно вот замечательный состав морские водоросли бурые масло имбиря масло сладкого миндаля то есть вы видите что есть абразив в виде соли и скорлупы миндальной скорлупы но есть и ухаживающие масла это масло имбиря масло сладкого миндаля также витамин е но и очень в общем то простой да способ и незатратный это массажное мыло с отшелушивающим эффектом шведский спа салон тоже очень хороший продукт многими сильно любим и я недавно в одном из вебинаров которые проводили лидеры сбрасывали ссылку видела очень слышала интересную информацию о том что попробуйте это мыло и вы увидите какое грязное может быть ваша ванна на самом деле не знаю так ли это или нет я не замечала чтобы она остановилась но отшелушивает хорошо да так чтобы прямо вот сняло вековую грязь наверное таким образом хотели подчеркнуть что действительно очень хорошо полирует снимает верхний мертвый роговой слой стимулирует микроциркуляцию также есть и увлажняющий комплекс экстракт бурых водорослей в составе этого вроде бы простого на вид мыла плюс легкий водно цветочный аромат вот такое комфортное для принципе можно даже до ежедневного применения использовать это мыль очень я знаю очень любят мужчины потому что ну как бы цвет такой да как бы унисекс вот и у мужчин кожа еще более плотная и также остро нуждается в отшелушивание поэтому мужчины любят этот продукт и с удовольствием им пользуются и еще два скраба немножко о них расскажу это в общем то тоже элита из линейки скрабов на мой взгляд сахарных и как бы интерес этих двух скрабов в том что у них сахар входит состав и в одном и в другом случае сахарный скраб для тела молоко и мед а содержит экстракты меда протеины молока и частички натурального сахара то есть все это очень нежно отшелушивает верхний роговой слой кожи ухаживает придает гладкость шелковистости тоже ароматерапия потому что вся ванна будет благоухать таким нежным ароматом меда и молока очень приятная нежная текстура в принципе этот скраб относится к разряду бережных его можно рекомендовать обладательницам сухой чувствительной кожи и замечательный скраб из серии шведский спа салон питательный гель скраб тоже идеален для обладателей чувствительной сухой или зрелой кожи для того чтобы стимулировать клеточный обмен делать кожу более гладкой шелковистой здесь помимо сахара также содержится миндальное масло и экстракт шведского вереска вообще как вы знаете все шведские растения они растут очень суровых условиях и поэтому это кладезь всевозможных витаминов и микроэлементов все что выжило в среде до вот этого холода постоянного содержит огромное количество антиоксидантов то есть клеток защитников которые позволяют растению жить вот таких вот вживать в суровых условиях поэтому все богатство шведского вереска произрастающего на севере швеции перед вами если вы для себя приобретаете этот потрясающий продукт миндальное масло это тоже классика ухода за телом руками богата витаминами витамин а витамин е витамин и витамины пб и питает кожу восстанавливает замечательные антивозрастной эффект а то есть не зря у нас миндальное масло входило в серию по уходу за руками входит кожа рук более тонкая чувствительная раньше подвержена старению нежели кожа всего тела поэтому вот этот вот антивозрастной компонент помогает скрабу делает его более мягким щадящим деликатным и способствует омоложению вот такие два потрясающие скрабы можно использовать на ваше усмотрение от одного раза в неделю ну я думаю что два раза в неделю это максимум достаточно как бы если кожа сухая чувствительная можно в общем-то ограничиться одним разом в неделю а то и даже в 10 дней это все будет способствовать омоложению кожи и надо сказать что вот эта процедура отшелушивания регулярная она способствует и укреплению иммунитета и это профилактика таких проблем как целлюлит растяжки то есть это возможность сделать кожу более эластичной и омолодить потому что клеточный обмен идет регулярно вот и активные компоненты ваших лосьонов которые вы наносите на кожу после душа они будут впитываться лучше и глубже если использовать их после скраба или я хочу предложить вашему вниманию очень интересный способ называется он сухое обтирание об этом способе честно говоря я узнала очень давно из одной из передач где было интервью с мамой владимира преснякова если вы помните ее она немножко в тени так мужчин пресняковых но при этом очень красивая женщина которая несмотря на возраст выглядит очень ухоженно особенно как бы тело да у нее так очень подтянутая очень хорошая физическая форма и когда спросили ее косметических секретах она рассказала что регулярно вот ежедневно на протяжении уже многих лет она занимается этим сухим обтиранием я же заинтриговалась и этот метод тогда еще не знаю не гуглила это было очень давно еще по-моему до интернета даже вот и прочитала я о нем подробнее об этом методе и тут же приобрела для себя большую щетку и как бы практиковала сухое обтирание достаточно долго и надо сказать что как бы были перерывы да как бы объяснимые только ленью и вот когда мне нужно было недавно выходить из второго декретного отпуска и привести себя в форму поскольку я сотрудница косметической компании мне было очень важно выйти не так чтобы все говорили а ну у нее был декрет а так чтобы в общем-то это было незаметно для окружающих вот и я этот способ я о нем снова вспомнила это было одно из тех стратегических да там секретных оружий которые помогли мне достаточно быстро вернуться прежнюю это родовую форму вот ну давайте о нем немножко подробнее это массаж который проводится утром на тощак буквально займет пять минут вашего времени проводится он на сухую не на влажную кожу вы обтираете ее достаточно жесткой щеткой жесткость подбирается индивидуально то есть не должно быть никаких да как бы царапин на коже но должно быть покраснение такое поразовение кожи которую вы обтираете таким образом и дискомфорта быть не должно может быть легкое покалывание потому что усиливается приток крови к кожи когда вы будете утром проводить это сухое обтирание обратите внимание как даже при том что мы регулярно все моемся ежедневно используем и мочалочки и скрабы как у вас будет просто лететь верхний роковой слой вы будете видеть в качестве как это пыль просто частички чешуйки они будут с кожи слущиваться это будет все на ваших изумленных глазах это конечно же способ посерьезнее нежели всевозможные мочалки потому что сухая кожа активнее отшелушивается и помимо косметического эффекта у этого способа очень много именно с точки зрения медицинских показаний во первых это повышение жизненного тонуса если вы вспомните маленьких детей в детских садах было сухое растирание жестким полотенцем вот это в принципе одного поля ягоды но жесткое полотенце нас уже не спасет с нашей кожи а кисло у слонов поэтому это именно для тела именно для тела способ то есть ни лицо не шею не область декольте мы таким образом щеткой не трём вы видите вот сейчас массажные движения на тетечке на картиночке с низу вверх по току лимфы особенно хорошо для тех кто знает что есть склонность к отечности это говорит о том что лимфа застаивается и на самом деле что если у сердца у нашей кровеносной системы есть мотор который запускает эту систему это сердце постоянно запущено то лимфу чтобы запустить так как бы такого мотора нет если вы будете ежедневно каждое утро начинать с сухого массажа вы будете запускать свою лимфатическую систему которая нужна для чего для того чтобы выводить из организма шлаки шлаки у нас скапливаются от всего от того что мы кушаем от тех вредных привычек которые у нас существуют ну и в общем то лимфатическая система это наша уборщица санитарка то есть то что позволяет очистить наш организм освободить его от токсинов и очень часто токсины эти выходят через поры кожи вот поэтому таким образом мы улучшаем работу лимфатической кровеносной системы помогаем омолодить клетки кожи да такая регулярная регулярное отшелушивание приводит тому что у нас ускорится клеточный обмен который с возрастом замедляется вот удаление токсинов которые будет легче происходить поможет уменьшить проявление целлюлита кожа станет плотнее более упругой да то есть еще и тонус кожи и ее плотность также помогут уменьшить выраженность целлюлита который заметнее с возрастом именно потому что кожа становится более вялой и дряблой вот кожа будет лучше дышать и все лосьоны все средства которые вы будете наносить после этого способа они будут впитываться более глубокие слои кожи вот плюс это прекрасно антистресс уменьшается мышечное напряжение снижается уровень стресса и конечно же это приток силы энергии почему я рекомендую именно утром потому что я действительно на себе наблюдала насколько энергичнее вы становитесь да если еще это все подкрепить стаканчиком нашего коктейля бодрость на весь день прекрасное настроение вам будут обеспечены вот сейчас я вам предлагаю те те же средства что и для себя с учетом того что вы заняты у вас мало времени на себя то есть то что реально возможно в домашних условиях я не говорю сегодня про обертывание не говорю про какой-то серьезный самомассаж хотя это тоже очень действенно я говорю про хотя бы да то что можно в домашних условиях не выделяя слишком много времени каким образом можно привести себя в лучшую физическую форму и повлиять на свое настроение свою энергичность вот наши щеточки которые для этого подходят у меня вот такая с фиолетовой ручкой поскольку я не прошу никаких помощников со спиной своей справляюсь сама забыла сказать что массаж начинается со стоп то есть вы вначале массируете стопы затем поднимаетесь вверх затем массируете как бы вверх по ногам и там ягодицы потом по кругу массировать по часовой стрелке живот руки от кисти массируем да как бы и переходим там вверх тоже поднимаемся по току лимфы от живота чуть вверх до груди грудь как бы и область декольте не массируем потому что я не знаю с каким энтузиазмом вы к этому подойдете чтобы не было растяжек чтобы не было повреждений кожа декольте она все-таки ближе к тонкости кожи лица поэтому можно другой мягкой более мягкой щеткой а как бы я периодически делаю массаж этой зоны нашей губкой коньяку то есть она мягкая я знаю что никаких у меня не возникнет побочных эффектов только вот приятный массаж усиление кровотока кому удобно на ручке кому-то удобно одевать на руку читала когда искала картинки для презентации читала отзывы про наши щетки было очень приятно да что очень много положительных отзывов что одевать удобно и самой себя массировать удобно многие люди знают выбирают для себя как я уже сказала степень жесткости да вот я вижу вопрос в чате вы уже конечно выбираете щеточку для себя вот но хочу вам сказать что сильно усердствовать не нужно но и как бы жалеть себя но кожа тела плотная и надо может быть чуть пожестче поговорить нежели разговариваем с кожей лица вот ну конечно же все очень индивидуально выбирайте для себя на вот насколько я читала по вашему отзыву можете тоже выйти погуглить на сайте у нас щетки для тела вот это вот который одевается на руку она не очень жесткая поэтому может быть для тех кому жестковато фиолетовая может быть подойдет больше вот вот это вот который одевается на ручку ну меня видим а знаете для меня для слова дробина поэтому фиолетовая прекрасно подходит вот такой вот способ ежедневно каждое утро натощак после этого рекомендуется хотя бы душа сполоснуть потому что вам нужно смыть вот эти вот слущенные клеточки. Дальше хотите наносите лосьоны, хотите не наносите, имейте в виду, что все, что вы наносите, впитывается глубже после такой процедуры. И я рекомендую вам взять ее на вооружение, сделать ее постоянной, регулярной для себя. Особенно сейчас, когда мы ищем для себя источники энергии, поскольку все немножечко уже устали от зимы и нуждаемся в такой подзарядке. На самом деле эти источники энергии, они среди нас очень доступны. Ну и давайте поговорим о целлюлите. Любимая женская тема, наверное, потому что я думаю, что нет такой женщины старше 25 лет, которая бы не сталкивалась, не слышала слово целлюлит и не сталкивалась с этой проблемой или косметическим дефектом. Вообще медики не относят тот целлюлит в том виде, в каком мы о нем говорим, в косметическом, не относят к заболеваниям. И сейчас считают многие, что это целлюлит первой-второй стадии, относится скорее как вторичный женский половой признак. И появилось само это понятие в 1973 году, когда на страницах модного журнала Vogue появилась статья хозяйки салона красоты Николи Рансар, целлюлит, эти комочки, шишечки, бугорки, от которых вы не могли избавиться раньше. То есть сейчас это многомиллионная индустрия. И вы должны это прекрасно понимать, что целлюлит убрать полностью, вылечить невозможно. Это не болезнь, это особенности нашего строения. И мы сейчас поговорим, в чем особенность нашего строения. И это косметический дефект, с ним можно работать. Но тогда нужно работать с ним долго. Потому что как только вы снимаете фокус с решения этой проблемы, она снова возвращается. От чего это зависит? От сидячего образа жизни, от небольшой физической активности, от того, что мы с вами едим, от количества шлаков, которые копятся в нашем организме. Это помимо того, что это особенность нашего строения, как бы подкожно-жировой клетчатки и соединительной ткани. Какие выделяют фазы или стадии целлюлита? Это первая стадия, называется она предцеллюлитная. И все начинается с того, что вы замечаете у себя небольшие отеки, едва-едва. То есть вам заметны, может, да, чуть плотнее сидит одежда, иногда, не каждый день. И синяки появляются от незначительных ударов. То есть это все первая стадия, то есть замедление ток крови в капиллярах и увеличение их проницаемости капилляров. То есть варикоз, в принципе, очень дружит. С целлюлитом и ходит с ним рядом. Рука об руку, я бы сказала. Вторая стадия называется начальная. То есть отечность уже более заметна. Скапливаются токсины, к клеткам поступает мало кислорода. И изменения видны, если вы возьмете кожу в складку. Сделаете такую вкладочку. И тогда можно увидеть, если есть рельеф, который получил название апельсиновой корки, бугорки в пазинке, то мы говорим о том, что да, целлюлит есть, с ним можно работать. Можно и нужно. А также в этих местах, пораженных целлюлитом, отмечается бледность и снижение эластичности. То есть растяжки иногда там же тоже возникают. Третья стадия называется микронодулярная. И отличается она тем, что уже жировые клетки спаиваются в такие гроздья. Они становятся крупнее. Перегородки соединительные натягиваются и становятся более грубыми. И уже вот такой вот у нас рельеф, который заметен уже без специальных тестов, и стоя, и лежа, и в движении, и без движения. То есть явный эффект апельсиновой кожуры. И также это сопровождается сосудистыми звездочками. И даже болезненность в глубоком надавливании есть в этих очагах. Ну а четвертая стадия, когда целлюлит заметен даже в темноте ночью под одеялом, грубо говоря. То есть когда уже есть и отек, и выраженные достаточно крупные участки, узлы. И они болезненные. И они имеют не только бледный и синюшный оттенок, а также они еще холоднее на ощупь. Есть такой тест, когда вы прикладываете к местам пораженным целлюлитом ладонь, если чувствуете, что чуть холоднее, значит уже действительно там как бы процесс есть. И только четвертую стадию медики рассматривают как заболевание, а не как косметическую проблему. Встречается он, я вам сразу скажу, крайне редко. Чтобы вы не впечатлялись, и не как в книге Джерома Кейджерома, нашел у себя все болезни, читал медицинскую энциклопедию, нашел все болезни, кроме родильной горячки. И то, потому что мужчин. Вот чтобы вы так не впечатлялись, четвертая стадия, на самом деле, она очень крайне редка. Поэтому это не про нас с вами. У нас с вами вот есть фронт работы, если как бы вас это смущает или вам это досаждает. Сразу хочу сказать, что мужчины не так хорошо ориентируются в нашем целлюлите, если вы ее не показываете им сами, не заостряете внимание. То есть они думают, что целлюлит это какая-то проблема кого-то там с телеэкрана, но совсем не ваша. То есть они глубоко не изучают эту проблему. Вот, да, как бы вы видите, что вот это вот как раз та самая вторая, третья стадия, где вот только при нажимании, да, вот таком, как бы становится заметен рельеф. Теперь, почему это проблемы только женщин, да, потому что, вот посмотрите, да, у женщин вот эти вот жировые клеточки, да, как бы адипоциты, вот они такими гроздьями расположены и защищены вот такими вот соединительными перегородками из коллагеновых волокон. Вот, ну, с точки зрения природы, да, вот они изолированы, поэтому даже если воспаление где-то начнется, оно будет такое очаговое. То есть это, ну, так надо. И у женщин больше жировых клеток, то есть у женщин они составляют порядка 25-30%, а у мужчин порядка 15%, то есть меньше. Для чего вообще в принципе, да, как бы нам подкожно-жировая клетчатка? Во-первых, это терморегулятор, который защищает нас при перепадах температуры, во-вторых, это буфер-защитник внутренних органов, ну, и в-третьем, как бы женская подкожно-жировая клетчатка, там производится, она как бы, она способствует выработке женских половых гормонов, то есть тоже нужна, да, как бы, и у девочек, там, в подростковом возрасте начинаются даже критические дни, только когда накоплена определенная, когда имеется подкожно-жировая клетчатка. Вот, то есть она нужна. И стратегически природой так предусмотрено, что у женщин она откладывается вот именно в местах важных для репродукции. То есть это живот, это бедра, ягодицы, там она у нас должна быть по определению, потому что в любой период времени, голод, война, вот, дети должны быть по расписанию, да, если все лучшее детям, поэтому это стратегический запас, который нам нужен для того, чтобы выносить и выкормить потомство даже в неблагополучных условиях. Вот, у мужчины такого запаса нет, жир у них, в общем-то, в основном откладывается на груди и животе, ну, в общем-то, видимо, защищая внутренние органы, и соединительная ткань у них устроена по-другому, да, вот, коллагеновые и эластиновые волокна, они образуют вот такой вот каркас, поэтому мужчины часто пользуются этим заблуждением, да, выпячивают свои похлые пузики и говорят, что потрогай это мышцы, да, и мы верим, потому что когда трогаем, да, это сильно отличается от нас, да, мы все мягенькие, вот, там, ты, да, нажмешь и провалился. У них же, да, как мячик вот такой вот надутый, вот, и это на самом деле не мышцы, а благодатное строение подкожно-жировой клетчатки и соединительной ткани. Плюс у мужчин более плотная толстая кожа, поэтому этот рельеф тоже у них как бы незаметен, еще и за счет того, что кожа плотная. У нас кожа тоньше, да, и тоньше она также на бедрах и животе, поскольку здесь она должна во время беременности и родов растягиваться и сокращаться, да, если бы она была очень плотная, она бы на это была не способна. Поэтому вы видите, да, что все, в общем-то, мы обречены, это было предопределено, то есть это в какой-то степени компенсация за нашу возможность, да, как бы вынашивать и рожать детей. И, в принципе, наверное, раньше, в советские времена, воспринимали спокойнее, да, до появления в этой вот статьи в журнале ВОК, и считалось, что просто это, ну вот, женская особенность, да, как бы тело, что мы похожи на сдобные булочки, у нас есть ямочки. То есть все это очень аппетитненько и никогда никого не смущало. Сейчас на этом делаются миллиарды, это индустрия, которая гоняет женщин в комплексы. Вот, предлагаю вам не комплексовать, а стараться просто бороться за тону и упругость кожи. Как это можно сделать? Следить за весом, да, как бы стараться, чтобы не было излишков веса, потому что чем больше, соответственно, вес, тем больше у нас, как бы, не количество жировых клеток, они на самом деле формируются, их количество закладывается до подросткового возраста, до 10-12 лет. Потом они просто увеличиваются в размерах, да, то есть нам нужно, как бы, теряем вес, и чтобы это происходило за счет жира. Вот, улучшаем кровообращение, активизируем обмен веществ, укрепляем мышцы и улучшаем тонус кожи. То, что, в общем-то, нужно сделать для того, чтобы с этим неприятным, с этим косметическим моментом бороться. Что у нас есть, да, как бы для того, чтобы с целлюлитом бороться и ему не поддаваться? Прежде всего, да, это вот скрабы или сухое обтирание, то, что вы выберете для себя, потому что это неотъемлемая часть антицеллюлитной терапии, да, отшелушивая для того, чтобы улучшить усваиваемость, впитываемость активных компонентов из наших антицеллюлитных кремов. Ну, поговорим сначала про серию Optimals, да, укрепляющий гель для груди и живота, такой вот высокоэффективный, направленного действия, в основном влияет на тонус кожи, да, потому что что общего между кожей живота и кожей груди, то, что на них могут и чаще всего появляются растяжки именно в этой области, то есть это от недостатка эластичности. Поэтому основной комплекс, который содержится в этом средстве, комплекс называется Target Shape, состоит из экстракта бурых водорослей и кофеина, помогает активизировать синтез эластина и коллагена, и кожа возвращается в тонус и упругость. То есть женщины, которые принимали участие в потребительском тестировании, в большинстве своем согласны с тем, что кожа становится и мягче, и глаже, и тонус возвращается, ну, если вы массируете область декольте, не забывайте, что все движения должны быть очень мягкими, бережными, для того, чтобы кожу не растянуть, она там очень деликатная. Если массируем живот, в данном случае движения по часовой стрелке и движения, которые должны напоминать, как будто вымесить тесто, то есть тщательно прорабатываем эту вот не самую простую для нас область, для того, чтобы вернуть животику тонус и упругость. Как я вам уже сказала, от природы так суждено, что эта область сложнее всего худеется, поэтому вот путем самомассажа можно укрепить кожу, а еще маленький секретик для вас, для того, чтобы укрепить мышцы в этой области, постоянно контролируйте себя, чтобы живот не был расслаблен. Если вы хотя бы единошды рожали, вы знаете, что очень быстро теряется вот это вот напряжение пресса, мы привыкаем ходить расслабленные, как уточки, но после того, как мы уже родили, в этом нет необходимости, и в течение дня, несколько дней, половите себя вот именно на этом ощущении, постарайтесь напрягать мышцы живота, чтобы они не отвисали. И если это войдет у вас в хорошую привычку, живот очень быстро подтянется. То есть это можно совмещать, естественно, с укреплением кожи. То есть вам нужно подтянуть мышцы. Самое простое, я не говорю сейчас про какие-то нереальные физические упражнения, которые в домашних условиях кто-то делает, кто-то не делает, кто-то дисциплинирован, кто-то нет. Это можно делать и готовя пищу, и идя на работу, и сидя в офисе, и в любых условиях можно незаметно для окружающих напрягать свой пресс. Подтягивающий лосьон для тела в водеактив. Это можно использовать просто как лосьон, потому что он и смягчает, и увлажняет кожу, плюс еще и имеет тот же комплекс body shape, который влияет на упругость и эластичность кожи. То есть можно совместить весенний уход и заботиться о позже, чтобы она не сохла и не шелушилась, и при этом работать на профилактику ухудшения тонуса и упругости кожи. Если это еще и будет наноситься после сухого обтирания или после скраба, эффект будет во много раз выше. Очень хороший комплекс, как я уже сказала, на основе бурых подростей и кофеина, а также содержит растительные пептиды, белки, которые также стимулируют выработку коллагена эластина и являются прекрасным антивозрастным средством для того, чтобы укрепить такую увядающую уже кожу. Ну и наша тяжелая артиллерия – это наши скрабы. Посмотрим, что у нас есть из нашего портфолио. Антицеллюлитный гель для тела Body Active. Начнем разбор полетов с него. Мы обещаем вам, что за 2 недели ежедневного самомассажа и использования этого антицеллюлитного геля вы вернете коже гладкость, упругость и значительно снизите проявление целлюлита. То есть уменьшите проявление апельсиновой корки. Причем 90% женщин это подтвердили, которые тестировали этот продукт. То есть повышает упругость кожи. Есть удобный роликовый аппликатор для такого самомассажа. Я считаю, что если вы очень активная дама, все время спешите. Если у вас есть время хотя бы 5 минут, можно пальцами сделать этот самый массаж. Причем обратите внимание, что пальцы у нас не такие сильные. Вот этими козелочками делается массаж. Опять же по току лимфы от коленочки вверх и пошли вот таким вот образом себя массировать. Плюс тоже разминаем. И любой самомассаж на самом деле супер эффективный. И особенно если он укреплен вот такими очень хорошими, серьезными антицеллюлитными гелями, которые содержат кофеин, которые улучшают и лимфоток, и кровоток. То есть это один из самых важных компонентов кофеина для борьбы именно с отечностью и для выведения токсинов. Он очень эффективен. И шведский спа-салон. Вторая альтернатива. То есть вы, в общем-то, можете выбрать для себя наиболее интересные и комфортные. Здесь нет уже массажера. То есть массаж нужно делать либо специальными средствами, либо пальцами рук. Комплекс гидрокея, то есть увлажнение дает и содержит стимулирующее масло имбиря. Тоже содержит кофеин, бурые водоросли. То есть все это помогает, стимулирует выработку коллагеновых волокон, разгоняет лимфу, снижает отечность и борется с токсинами, способствует уменьшению целлюлита. Здесь рекомендации по использованию могут быть как курсами ежедневно. Можно профилактически несколько раз в неделю. Если вы хотите серьезно подойти к этой проблеме, к летнему сезону, то массаж рекомендуется делать дважды в день. То есть два раза в день в течение четырех недель. То есть как раз, в общем-то, к маю, когда везде уже потеплеет, вы сможете продемонстрировать встроенные ножки, подтянутый животик для того, чтобы поразить окружающих своей неземной красотой. Ну и говоря о проблеме целлюлита, о проблеме вообще о нашей физической форме, о нашем теле, невозможно ограничиться только внешними средствами, только косметикой, потому что это, опять же, два составляющих, идущих рука об руку. Красота внешняя и красота, зависящая от внутреннего, то есть от того, что мы с вами принимаем, пищу от того образа жизни, который мы с вами ведем. Невозможно, продолжая лежать на диване и нанося на себя щедро антицеллюлитный крем, как-то изменить себя. То есть нужно добавить больше движения в свою жизнь, больше активности и, конечно же, пересмотреть свое питание. Но в данном случае мы не рекомендуем вам сразу как-то вообще-то с места в карьер, если вы к этому не были склонны, попробуйте хотя бы пересмотреть свой завтрак. Мы считаем, компания Арифлейм считает, что завтрак – это правильное начало дня, и завтрак должен быть полноценный, он должен быть сбалансированный, нам нужно запустить обменные процессы в нашем организме, нам нужно дать достаточной энергии организму на длинный рабочий день. Поэтому очень важно, чтобы завтрак, во-первых, присутствовал, во-вторых, чтобы он был полноценным. Но поскольку, опять же, мы все спешим за чудесами, и времени у нас на себя бывает крайне мало, компания не предлагает вам, опять же, какие-то кардинальные перемены в жизни. Стакан коктейля и wellness pack – это тот минимум, который должен присутствовать с утра. Даже если вы имеете привычку не завтракать, вы должны прекрасно понять, что если вы сядете утром на незаправленную машину, она просто не поедет. Почему мы так относимся к своему организму хуже, чем к машинам, которые мы можем купить за свою жизнь даже не одну, а много? Пока организм, наше тело нам дано одно, мы должны, наверное, самое бережное отношение должно быть именно к организму. И себя, и своих близких нужно беречь для того, чтобы наше тело прослужило нам как можно дольше. И было в полной боевой готовности, полно сил и энергии. Поэтому мы рекомендуем, если у вас присутствует завтрак в виде творога, каши, усилить его, сделать более полноценным при помощи стакана коктейля и wellness pack. Либо, если вы не привыкли завтракать, это чашечка кофе, то хотя бы коктейль и wellness pack. Для того, чтобы ваш организм получил необходимый ему строительный материал, протеины, клетчатку, медленные углеводы, дающие чувство сытости. Посмотрите, моя любимая картинка, не устаю об этом говорить, что одна порция коктейля и wellness pack, они заменяют вот такую гору вкусных, важных и очень дорогих продуктов, которых мы, безусловно, не съедаем не то, что с утра, мы их за день и даже за неделю, пожалуй, не съедаем столько много полезного, разного. Не забывайте, что в одной порции коктейля и в одном пакетике wellness pack, по питательным ценностям, также много железа, как в 230 граммах кураги. Также много фолиевой кислоты, как почти в полукилограмме красной капусты. Когда вы с утра съедали полкилограмма красной капусты, покажите мне этого человека. Также много витамина D, как в 200 граммах грибов. Это вот неполный перечень, посмотрите внимательно, тут и авокадо, и банан, и клубника, и шпинат, то есть все, что очень богато витаминами и микроэлементами. И это все в одной порции коктейля и wellness pack. Просто питание для космонавтов, как мне кажется, когда нужно, чтобы организм получил самое лучшее топливо для самой полноценной работы в течение дня. Есть предложение и для перекусов, или для ужина. Ну вот, если вы, как я, приходите домой часов 7-полвосьмого, и чувствуете голод, но уже пока там вся семья рассядется, пока всех за стол соберешь, уже, в общем-то, и 8-полдевятого, а иногда и 9. То есть это поздно для приема пищи, кушать хочется, поэтому для меня очень часто выходом из положения являются наши супы. Я люблю, вначале я любила томатный, сейчас мне очень нравится со спаржей. Вот, чередую, привыкнуто, один надоедает, вкус беру другой. То есть для меня это вот вечером прекрасная альтернатива позднему ужину, когда есть хочется, но переедать не хочется, да, и важна физическая форма. Вот, и коктейли, и супы могут быть прекрасным перекусом в течение дня. Проголодались, отлично, перекусите, но перекусите правильным, да, тем, что даст вам энергию и будет прекрасным строительным материалом для клеток вашего организма. И что важно, вот такие правильные перекусы в виде супа или коктейля снижают чувство голода и тягу к сладкому, которая является для нас, ну, наверное, у 99% мы страдаем этой тягой, когда нам нужно в течение дня что-то перекусить сладенькое мы хотим. Вот, и это на самом деле происходит от того, что падает сахар в крови, да, и это вот замкнутый круг, когда мы его так вот искусственно повышаем, этот уровень сахара, и он, опять же, быстро заканчивается, то есть мы постоянно на вот этих вот, зависим от этих подзарядок, от этих неправильных, нездоровых перекусов. И коктейль, и суп, это прекрасный источник белка, посмотрите, калорийность около 70, да, 67 в коктейле и 73 в супе. Калорийность приравнивается по калориям к одному яблоку. Согласитесь, что яблоко у нас, наверное, воспринимается как сам диетический перекус, поэтому калорий столько же, сколько в яблоке, но при этом я, например, после яблока хочу есть, как бы стимулирует аппетит, а после коктейля и после супа я чувствую сытость и довольность. По белкам, по протеинам примерно одинаково в порции коктейля и в порции супа 7,3-7,2, соответственно. По углеводам в коктейле 5,9, в супе 8,2, но это очень мало, и это диетические продукты. И посмотрите, жиры 1,6 в коктейле, 1,1 в супах. Замечательная ценность, 3 источника белка и в коктейле, и овощные белки в супе используются. Замечательный состав, очень диетический, очень полезный и важный для нашего организма, потому что белок – это основной строительный материал, медленные углеводы – это энергия и здоровые полноценные жиры. Вы знаете, что яйца, которые используются для коктейля, получают от куриц, в которые придерживаются определенной диеты, их кормят водорослями, поэтому яйца получаются богатые омега-3, то есть не просто ябы какие, и не просто фермерские, что для нас уже хорошо, а куры со специальной диетой. Я думаю, что это очень сильно повысит статус наших продуктов. Ну и если вы никак не можете без перекуса сладеньким, прекрасная альтернатива, здоровое питание – это наши батончики Natural Balance, потому что они тоже, несмотря на приятный сладкий вкус, они невероятно полезны. Это тоже 3 источника протеина – соя, горошек и молоко. Это 4 вида злаков – ячмень, овес, рис и пшеница. Это натуральные ягоды и какао-бобы в случае с шоколадным батончиком. И такие ягоды, как гранат, черника, ягоды асайи. То есть это самые сильные в плане антиоксидантного воздействия ягоды, которые используются даже в качестве БАДов сами по себе ягоды во многих азиатских культурах. И это потихоньку приходит и к нам. Знаю, что из Китая многие заказывают ягоды асайи, например. Все это уже есть в наших великолепных энергетических батончиках, которые идеальны для перекуса. Витамины. Почему я рекомендую вам витамины на этапе стройности, на этапе подготовки к лету? Потому что витамины участвуют во всех обменных процессах. Потому что при недостатке витаминов обмен веществ замедляется. Нам это не нужно. Более того, омега-3 способствует расщеплению залежей старого жира и стимулирует именно жирорасщепление. Антиоксидант защищает нас от токсинов и нашей клетки, и от солнечного излучения, и от тех вредных веществ, которые мы часто получаем с продуктами питания. Я надеюсь, что вы понимаете важность приема витаминов. В нашем wellness-пэке у нас есть антиоксидант, полученный из водорослей и усиленный экстрактом черники. Есть комплекс омега-3, который очень важен, когда мы говорим и про внешнее, потому что если мы достаточно принимаем омега-3, наша кожа гладкая, упругая и прекрасно регенерируется. И также это очень важно для нашей сердечно-сосудистой и нервной системы, для работы мозга. Это все разработано научными сотрудниками, шведскими специалистами в области диетологии, нутрициологии и во главе с профессором Стигом Стеном. Они содержат бычьего и свиного желатина, производятся только в Швеции и в Великобритании. И наши продукты, наш wellness-пэк, победитель акции здоровое питание в категории лучшие БАДы, компания, предлагающая лучшие БАДы. Поэтому это уже признание на уровне страны, и я думаю, что это обо многом говорит. Ну и в конце своего сегодняшнего выступления я хочу вам предложить присоединиться ко мне. Нам очень часто для того, чтобы принять какое-то решение, не хватает волшебного пентля. И я предлагаю вам не затягивать до самого лета. Я, например, вижу у себя после праздников новогодних, 8 марта, 23 февраля, вижу стройку лишнего, с которым хочу побороться. Я предлагаю вам присоединиться ко мне. Объявляю марафон стройности с 1 апреля по 1 мая. И что для этого нужно делать? Нужно следовать вот такому листку самоконтроля. То есть я предлагаю, вы можете делиться со мной своими результатами и на Фейсбуке. Хорошо, если вы там подойдете серьезно, сделаете фото до, фото после. Или простые действия ежедневные. Вот этот листок самоконтроля я повешу у себя на рабочем столе. И выполняя все пункты, я буду ставить галочки. Какие пункты есть в этом листке самоконтроля? Употребление коктейлей за 30 минут до еды 1-2 раза в день. В зависимости от того, какие у вас планы, насколько вы хотите похудеть. Употребляйте wellness pack. Это обязательно. 10 тысяч шагов в день. Это час спешей ходьбы. И для того, чтобы их выполнять, не просто на вскидку, установите себе в телефоны шагомеры. И на самом деле это не сложно. Недавно с мужем это обсуждали. Он офисный работник. И у него был какой-то обрал в офисе. И он набегал 7 тысяч шагов, при том, что он ездит на машине на работу. В отличие от меня, я хожу пешком. И даже в офисе реально набегать 7 тысяч шагов. Плюс 3 тысячи, понятное дело, он по дому тоже накрутил. Вот уже набегал. Можно, да, 1 час. У меня вот полчаса 40 минут уходит на путь до работы пешком. И это около 4 тысяч шагов. То есть получается 8 тысяч шагов до работы и назад. И как бы 2 тысячи это офис и дом. И я это все контролирую ежедневно. Потому что мне это понравилось. Я поняла, что для меня это тот способ, который тоже помогает мне держаться в рамках формы. И следующий пункт. Делайте зарядку или хотя бы упражнение планка каждый день. Ну, я думаю, что планка занимает порядка минуты. И это несложно. Если у вас есть свой комплекс упражнений, зарядки, это здорово. Я очень люблю дыхательную гимнастику BodyFlex. И планирую для себя именно упражнения BodyFlex. Они тоже занимают порядка 15 минут. Сухое обтирание каждый день обязательно. 8 стаканов чистой воды в день. То есть это тоже нужно отмечать. Чтобы получалось 2 литра. И желательно это до 6 вечера. Большая часть должна приходиться. Сокращаем размер порции. Питание должно быть частым и дробным. В среднем где-то 250 грамм. И желательно кушать раз в 3-4 часа. Небольшие порции. Перекусы в виде коктейля или супа. Первая половина дня акцент на углеводы. Вторая половина дня только белки. Это могут быть, например, индюшка с овощами. Если уже вторая половина дня. Спите минимум 8 часов. Потому что чем меньше мы не досыпаем, тем медленнее наши обменные процессы. То есть это очень тесная взаимосвязь между малым количеством сна и лишним весом. Поэтому старайтесь хотя бы в это время. Что нужно исключить? Деликатненько в конец списка. Убираем выпечку, сладости, чипсы, майонез, хлеб. Хлеб рекомендую брать любое. Черное и белое. Макароны, рис, фруктовые соки с добавлением сахара и газированные напитки. И если хотим употреблять алкоголь. Лучше если это сухое красное вино. Или шампанское блюд. Либо на ваше усмотрение не больше одной порции в неделю. Пусть это будет пятничное расслабление, например. В общем-то, мне кажется, непростые условия. Хотите, присоединяйтесь. Давайте встретим это лето во всеоружии. Уберем следы зимней спячки. И присоединяйтесь. На Фейсбуке вы можете найти меня. Я объявлю и на Фейсбуке этот марафон стройности. Вместе всегда веселее. Если знаешь, что в это же время не тебе одному так непросто отказаться от картошечки жареной, а еще кто-то так же, в общем-то, идет по этому же пути. Я думаю, что нам вместе будет это сделать проще. Ну и я считаю, что самая большая победа в жизни каждого из нас – это победа над самим собой. И давайте победим свою лень. Давайте победим свой лишний вес. Давайте станем красивыми, энергичными, бодрыми. И давайте оставаться такими же влюбленными в продукцию компании Арифлейм, в компанию Арифлейм, какими мы и есть на самом деле и сейчас. Спасибо вам большое за внимание. Всем красоты и стройности. Всем успехов и процветания. И следующий вебинар у нас будет в четверг в 3 часа дня. Мы будем говорить о новинках каталога номер 5. Все, друзья, прощаюсь. Хорошего всем дня. Запись выложу во второй половине дня в чат, либо вы можете спросить у своих астм. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»